Здравствуйте, дорогие друзья. Тему сегодняшнего дня у нас определит календарь. Сегодня уникальный день. День, который в году может быть единицей. Называется он Зод Ханука. Восьмой день Хануки. Сегодня вечером мы зажгем огни восьмого дня Хануки. Почему я забегаю чуть вперед? Я вам сейчас объясню, чтобы вы не пропустили этот день. Это Ханука. Зод Ханука. У такого необычного названия есть свое объяснение. В этом последнем ханукальном дне заключена вся полнота, вся суть праздника. Сказали мудрецы уникальную вещь, что этот день, как Йом-Кипур и Роша-Шана вместе взят. Магит Истрийска учил в своей книге Магена Аврум, что в последний день Хануки, который начинается сегодня вечером, происходит окончательная запись всех приговоров, которые начались в Роша-Шана. Все будут подписаны на хороший, надеюсь, добрый Новый год. Но в этот день написано, сказали мудрецы, вдумайтесь, за эти 24 часа можно изменить свою судьбу и судьбу всех окружающих. Если мы этот день проводим правильно. Выдающиеся мудрецы говорили, что этот день нельзя пропустить мимо. Обязательно хотя бы не пропустить его мимо. В этот день, это восьмой день, это надприродный день. В этот день, как бы, Бог созерцает все и выносит окончательные приговоры. И, ну, если так нельзя так сказать про Бога, да, но мы применяем некоторые термины, как бы, свои в отношении Бога, у него сегодня хорошее настроение. Он смотрит благосклонно на мир, потому что восемь дней Хануки согревали землю, и вот восьмой день полнота, полная свеча и так далее. Наши мудрецы говорили, что в этот день очень много решить можно насчет заработка. Особенно вот в этот день, если человек кушает, накрывает хорошую трапезу какую-нибудь праздничную, и обязательно говорит в конце спокойно, правильно, посидуру, благословение за еду, благословение на еду, написано, что это сильно влияет на заработки. Кроме того, написано, что это великолепный день для рождения, ну, за рождение, точнее, детей, и для молитвы за детей. В этот день очень слышат небеса молитвы за детей. Мудрецы сказали, что этот день вобрал в себя все главные черты праздника. Прежде всего, это апогей чуда. В семидневный период как бы вбирает в себя время, потому ему остается только начинаться сначала. А восьмой, если он дарован Всевышним, он находится над временем. Это восьмой день аналогично написано дню Шмини Ацерет, восьмому дню с начала праздника Суккот. Оба эти дня содержат главные элементы предшествующие. Какие? Шмини Ацерет несет в себе искупление греков, происходящие вне трепеда. И праздничное веселье Суккот. Восьмой день Хануки, когда читают, вот Ханука, Зод Ханука, да, как бы суммирует все жертвоприношения глав колен, подытоживает все чудеса праздника, все радости, все-все-все, прославления, благодарения. И как бы этот день является апофеозом. Апофеозом нашей вот уважения, любви к Богу. И он относится к нам также. Поэтому простой человек, своими словами написано, может попросить в этот день то, что он никогда не мог раньше. Поэтому написали мудрецы, не теряйте времени, просите в этот день все, что не хватает вам, людям и земле. Дай Бог, чтобы мы были записаны окончательно уже на хороший год, на год благословений, чудес, раскаяния и прекращения всяких неприятностей. Мудрецы сказали, что в этот день есть волшебный сгулот. Ну, такие приметы. Восьмой день Хануки, это сгула на легкие роды и рождение детей. Это раз. Второе. Сила восьмого дня написана Хануки такова, что самые богобоязненные люди не смогли получить молитвы. Можешь ты получить просто в этот день. Написано, что когда вот есть молитва Ниила, в нем Кипур, вот так то же самое происходит сейчас. Сейчас любой простой человек может получить восьмой день Хануки, написал Раби Родзен. Все, что он просит. Есть еще сгула от Раби Шимонной до Строполя. Он сказал, что на восьмой день Хануки, когда Ханукия полная, вот зод Ханука, женщина, которая желает иметь детей, может и не может туда стоиться этого, она должна смотреть на эти восьмой, все восемь свеч Хануки, надо прочесть восьмидесятый Тигелин Псалон, в котором упоминается виноградная лоза. Второй, еще есть сгула, когда ты читаешь последнюю строчку девяностого Псалма, это говорил Балшемтов, и девяносто первый вместе, и читаешь это семь раз, написано, что это приносит огромную-огромную пользу человеку. Я еще раз хочу просто сказать, во-первых, Ханука Самея, заканчивается праздником, сегодня мы подводим итоги такому великому празднику. Второй, не пропустите день, который начнется, особенно сегодня готовится, уже и вечером зажжет свечи, и завтра, потому что у нас урок с утра, а уже вечером мы зажгем, уже можно все просить. Поэтому я сегодня именно урок об этом сделал, чтобы мы, не дай Бог, не пропустили такой потрясающий день, такие потрясающие возможности. Сегодня двери неба открыты, сегодня Бог принимает всех, Он всегда принимает всех, но сегодня с огромной просто радостью. Браха Ва Цлаха, чтобы нам все это принесло удачу. Ханука Самеях, всего самого-самого лучшего. Ходыштов. Браха Ва Цлаха.